Поднимите глаза ваши на высоту небес Мир Божий вам Христос воскрес дорогие друзья Да мы приветствуем вас Нам приятно иметь общение снова с вами Потому что я знаю что вы слушаете нас И нам бы очень хотелось чтобы вы все таки звонили нам 429-7635 429-7635 Позвоните пожалуйста скажите свой опыт Поделитесь с нами В студии мы снова все вместе Игорь Антонович, Верстак, Олег Ланин У микрофона Виктор Исаев Я попрошу брата Олег совершить молитву Отче Святый благодарим тебя От всего сердца за это чудное имя Которое мы можем называться Благодарим тебя за доступ тебе во Христе Иисусе Через его смерть Через его раны Через его невинную пролитую кровь Господи мы славим тебя Мы поклоняемся тебе Господь И все вечер наше желание иметь общение с тобою Со словом твоим С нашими слушателями Просим благослови нас Наши мысли Да будет во всем этом прославлен ты Твой подвиг Да будет ясна нам воля твоя Господь И благослови нас Изложить то что ты нам положил на сердце Аминь Аминь Итак друзья мы с вами продолжаем размышлять О нашем Боге Что он нелицеприятен Если бы вы позвонили нам и сказали Как в вашей жизни Господь Действовал и действует Вот И вы подсказали бы нам Как он был к вам нелицеприятен Если наказывал То справедливо Вот То же время Миловал Перевязывал раны наши Да Пусть Господь вас благословит Нам в прошлый раз был задан вопрос Что самое первое совершило для нас воскресение Христа Давайте прочитаем деяния святых апостолов 2.24 Но Бог воскресил его Расторгнув узы смерти Потому что ей невозможно было удержать его То есть Воскресением Было Было Расторгнуто узы смерти Смерть была побеждена Вторая мысль Пожалуйста брат Олег Победа над смертью Это вот одно что можно сказать И вот Другое место Священное Писание Которое проливает свет Для нас Апостол Павел Начиная Своё знаменитое послание К евреям Оставил Вот такие слова Третий стих Из первой главы Сей То есть Иисус Будучи сияние славы И образ Ипостаси его И держа все словом Силы своей Совершив Собою Очищение грехов наших Воссел Одесную Престол И величина Зате Из этого Местописания Очищение Собою Очищение Грехов наших Это другое место Священное Писание О том что совершил Иисус Христос Об этом можно много Говорить Но вот это одно Может быть Игорь Игорь Пожалуйста У меня два места Которые тоже Об этом говорят Это первое Послание Коринфянам 15 глава 4 стихи Что он Погребен был И что Воскрес Третий день По Писанию То есть если по Писанию То исполнилась Воля Божья А что касается Нас Вот здесь говорится Второе послание Коринфянам 5 глава 15 стих А Христос За всех умер Чтобы живущие Уже не для себя Жили Но для умершего За них И воскресшего Вот То есть это Вот такое Может быть У брата Было какое-то Специфическое Вот такое слово Вот что-то Особое было То Может быть Он Позвонит нам Ну позвольте Самое первое Когда брат Прошлый раз Задал этот вопрос Самое первое место Которое Мне пришло На память Это то Которое апостол Павел написал В первом послании Коринфянам 15 главе И вот В конце Поглощена смерть Победою И вот 55 стих Смерть Где твоя жало Ад Где твоя победа Жало смерти Грех А сила греха Закон Благодарение Богу Даровавшего нам Победу Господа нашим Иисусом Христом Вот Им одержана Победа Над смертью Как Над смертью Вот Ну Я думаю Нам приятно было Услышать брата Приятно что он Есть Мыслящий Думающий Вникающий Да И Брат который Нам иногда Звонит Благодарим вас Итак Дорогие друзья Мы идем И читаем Деяния Святых Апостолов 10 глава С 34 стиха Брат Олег Пожалуйста Деяния Апостолов 10 глава С 34 стиха Петр Отверг С уста Своей Сказал Истинно Познаю Что Бог Нелицеприятен Но во всяком Народе Боящийся Его И поступающий По правде Приятен Ему Он послался Нам Израилевым Слово Благовествую Мир Через Господа Иисуса Христа Се есть Господь Всех Я знаете Виктор Размышляю Недавно Над этим У нас Есть Телефонный Звонок Мы Внимательно Слушаем Вас Это тот же Совопросник Братья Приветствую Вас Да Приветствую Вас Значит Все Это Что Вы Перечислили Это Да и Аминь Но Это Не Самое Первое Для нашего Спасения И нашей Христианской Жизни Так что Поработайте Еще Да А Ясно Ясно Спасибо Большое Спасибо Спасибо Да Звоните Спасибо 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 Итак Бог Нелицеприятен Но что характерно Но во всяком народе Боящийся его И поступающий по правде Приятен ему Братья Как вот хорошо бы войти Вот Вот в это состояние Быть приятным Богу Потому что он Нелицеприятен Да И всякий поступающий По правде Приятен ему Итак Мы Говорили с вами Последнее время О Сауле и Давиде Но Саула и Давида Помазал Выдающийся пророк Самуил Мы хотели бы сегодня Немножко остановиться На Самуиле Как все-таки Бог вот Смотрел на Самуила Как В глазах Бога Самуил Кто был И в глазах Самуила Кто был Бог Для него Как вот Поступал Самуил Наверное Самуил входит Вот в это число Да Поступающий По правде Во всяком народе Да Приятен Богу Олег Брат Пожалуйста Благодарю Вы знаете Последнее время Я обратил Внимание На Евангелие От Луки На Евангелиста Луку И написавшего Деяния апостолов И вот Почему Для меня Стал понятен Вот этот стих Почему Именно Он Обратил Внимание Вот Именно Бог Нелицеприятен И вот Тут В цели Написания Кому Была Адресована Вот Вторая книга Которую Он писал И первая И вторая Вот Он писал Чтобы убедить Одного человека Естественно Однозначно Этот человек Не был Иудеем Он не был Евреем И вот Чтобы убедить Его Лука Позаботился Покопаться Найти факты И чтобы убедить И написать Его В то время Знаете Язычники Не имели Писания Если Евреи И Израильтяне Они имели Закон Божий И вот Павел Проповедуя Об Иисусе Христе На чем он основался Исследуя Писание Исследуя Ветхий Завет У язычников Допустим Не было Не было этого Не было И вот И нужно было убедить Нужно было убедить И вот Поэтому Он Когда находил Такие моменты Тех людей Которых Бог Использовал На которых Как вот Бог достигал Их То Лука Радовался И вот Писал об этом И оно так же дошло До нас Ну давайте на Самуила Да Было бы несправедливо Конечно Пройти мимо него Потому что Читая первую И вторую книгу Царства Вот мы видим Эти три личности Мы видим Бога Действующего Вот Через этих Личностей И вот Прежде всего Орудие в его руках Орудие в его руках Это Самуил Потом уже Бог направляет Говорит Через него И вот И как его История начинается Народ Отвергает Бога Желает быть Народ Божий Желает быть Похожим на остальные народы И просит себя царя И тут Мы сталкиваемся С этой дилеммой Мы начинаем Видеть Самуила Его характер Но вы знаете Вот Если о нем Все сказать То Самое начало Вот это Первой книги Царств И нам История начинается О Самуиле Еще до его рождения Понимаете Как в какой-то мере Об Иисусе Христе Вот Евангелие Об Иисусе Христе И все оно начинается До его еще рождения Вот Бог организовал Как говорится И перепись И все Как говорится События В его руке Чтобы организовать Вот это все Устроить Где надо Чтобы Чтобы исполнилось Писание Та же самое В какой-то мере И здесь Вот История вот этого Величайшего мужа Божия Начинается еще До его рождения Вот мы встречаемся С Елканой Встречаемся С его Двумя женами Мы встречаемся С тем конфликтом Семейным Тем трением Которое было И унижение Через которое Проходила Мать Анна Да Анна Мать Самуила И там молитва Ее В храме Не в храме Вот Перед Перед Или И там И ответ Божий Мы встречаемся Там вот И самим Значит Знакомимся С Или Мы начинаем Видеть Каков он Мы начинаем Понимать В каком Состоянии Было Богослужение В то время Вот Проходило Его Его сыновей Мы видим Чудесное Рождение Самуила Как ответ На молитву Матери Своей И посвящение Его Мы видим Его Еще Небольшим Мальчиком Уже В храме Одну минуту Я читаю Божия Терпела И это Был Сын Молитвы Да Ну и так Самую И вот Да И вы знаете Вот Ключ Вот Почему Такие Вот Братья Почему Рождаются Такие Мужи Вот Как они Рождаются Что Предшествует Что Бог Вот Взращивает Такого Мужа Мужа И она Понимаете Вот Нельзя Нельзя Вот в этом Случае Обойти Эту молитву И вот Мне хочется Прочесть Смотрите Вот Говорят Господи Савов Это Первая Глава 11 стих Первый Книги Савов Господи Савов Если Ты Презришь Наскорь Рабы Твоей И Вспомнишь Обо Мне И Не Забудешь Рабы Твоей И Даш Рабе Твоей Дитя Мужского Пола То Я Отдам Его Господу На Все Дни Жизни Его И Бритва Не Коснется Головы Сознание В сердце Созрела Вот эта Молитва И Нужно Было Много Перетерпеть Перетерпеть Унижение И Нам Даже Трудно Представить Сердце Этой Женщины У нее Нет Детей И Вот Ее Соперница Ущемляет Ее Нацмехается Над ней И Вот В этом Состоянии Понимаете В этом Состоянии Духа Когда Желание Нету Никакого Обида Нет Никакого Желания Отомстить Ей Вот Когда Рождается Вот Такая Вот Молитва Когда Произносится Перед Господом То Господь Отвечает Понимаете Это редко Вот Я Не Помню Другой Подобной Молитвы Священном Писании Вот Но В ней Что-то Особенное Вот Понимаете Кто Когда Вот Кроме Анны Еще Так Молился Господи Если Ты Вспомнишь Обо Мне И Не Забудешь Робы Твоей И Даш Робе Твоей Дитя Мужского Пола То Отдам Его Тебе На Все Дни Жизни Понимаете Просит Нет Для Себя Просит Для Того Чтобы Посвятить Господу Соглашаясь С тем Что Пусть Даже Если Будет У меня Один Ребенок То Я согласна И его Посвятить Богу Вот Ее сердце И Мы знаем Что Бог Чудесным Образом Отвечает И Вот Рождается Самуил Анна Исполняет Все Что она Обещала После Этого У нее Рождается Еще Три Сына Две Дочери Вы знаете Имена Этих Детей Мы даже Не знаем Вот Но Это все Начало Того Вот Куда Он Как Это Появился Дитя Вот Это Дитя И Вот Он В храме Он При Дверях И Потом Вот В раннем Возрасте Бог Начинает К нему Говорить С ним Общаться И Он Врастает На Него Не Влияют Нечестивые Сыновья Или Вот Более Того Я думаю Что он Там Еще Понял И Научился Что В служении Перед Богом Важна Святость В служении Богу Важно Послушание Повиновение И это Прежде всего И это Лучше всего И это Все Что Бог Требует От Нас Об Остальном Он Позаботится У Него Есть План И Он Знает Что Делает И Бог Осуществляет От Нас Требуется Только Послушание И Вот Потом Этого Мужа Он Вырастает И Он Состарился Прожил Жизнь И Знаете Вот О нем Сказано Тоже Весьма О нем Написано Что Он Подарков Не брал До конца Своей Жизни Этот Муж Божий Сохранил Свою Репутацию Неподмоченной Сыновей К сожалению Таковыми Воспитать Не удалось Они О них Написано Что Сыновля Его Не ходили Путями Его А уклонялись В корость Брали Подарки И судили Приуратно И Вот Некому Было Не мог Самуил Передать Своим Сыновьям Служение И Народ Видя Что Он Стар Начал Просить Царя Огорчился Самуил Вот Бог Говорит Его Слушайте Голоса Народу Во всем Что Они Говорят Тебе Ибо Они Не Тебя Отвергли Но Отвергли Меня Чтоб Я Не Царствовал Над ними Тяжело Было Саулу И Вот Это Пережить Вот Но Тем Не Менее Он Послушен Богу Идет Помазывает Первого Царя Бог Устраивает Эти События Чудесным Образом Саул Этого Мужа Божия Но Это Тема Отдельного Разговора Вот Сегодня Вы знаете Меня По последнему Мучает Такой Вопрос Что Делать Разбит Сердце Самуила Разбито Народ Отвергает Бога Как Царя И Просит Себе Царя Самуил Опечалился И Это Не Был Раз И Вот Первый Царь Помазанный Им Буквально Проходит Каких-то Два Года Как Он Царствует И Ослушался Этот Самуил Саул Ослушался И Вот Для Нас Останут Такие Слова И Вот Бог Говорит Еще До Того Как Он Встрет Самуила Жалею Что Я Поставил Саула Царем Ибо Он Отвратился От Меня И Слово Моего Не И И И И И И И Второй Случай Когда Вот Больно И Вот Как Меня Поражает Как Этот Муж Божий Поступает В таких Ситуациях Когда Народ Согрешает Как Нам Правильно Вести Если Мы Видим Что Уклоняются Люди Знающие Бога Называющиеся Ими Уклоняются Вправо Или Лево Можем Ли Мы Быть Спокойными Какое Наше Состояние Должно Быть Как Детей Божьих Можем Ли Спокойно Реагировать И Как Правильно На это Реагировать Как Вот Этот Муж Божий Реагировал И Знаете Мне Как-то Попались Такое Сказанное Одного Из Американских Богословов И Вот Смотрите Как Он Написал У настоящего Человека Божьего Сердце Болит Скорбит О том Что В церковь Поникает Мир Он Скорбит О том Что Грех Терпим В церкви Скорбит О том Что В церкви Мало Молитв Он Беспокоен Тем Что Общая Молитва Церкви Больше Не Разрушает Твердыни Дьявола И Вы знаете Хотя Это Относится К нам Но Именно Таковым Я Вижу И Самуила Когда Вот Бог Опечалился Понимаете Первый раз Бог Раскаялся Что сотворил Этот мир Когда Решил Сделать Потоп Раскаялся И вот Решил Потопить Весь мир И Ной И его Семья Спаслись И вот Здесь То же самое Бог говорит Я жалею Что Поставил Саула И какая Реакция Самуила Да Мы Это Давайте Пойдем Теперь Дальше Но А вот Я думаю Что Сегодня Есть Те Самуилы Которые Также Переживают О церкви Переживают О том Что Допустим Нет Покаяния Переживают О том Что Люди Уклоняются Есть Сегодня Самуилы В церквях А как Есть Самуилы Переживают Вот Но Что Характерно Что Вы Заметили Скромность Самуила Он Все Это Говорил Богу Да Он Вы Знаете Он Не Брал Трибуну Не Кричал С Трибуны Да Он Все Говорил Богу Он Переживал Болел За Народ Говорил С Богом Вот И Это Прекрасное Состояние Поэтому Это Урок Для Нас Вот Понимаете Вот Мы Часто Бывает Что Неправильный Путь Выбираем Для того Чтобы Донести Донести До Народа Вот Что Выбираем Такое Что Оскорбительное Может быть Вот Надо Какой-то Дух Кротости Вот Как Самуила Был Дух Кротости Вот Такой Если Самуил Что-то Говорил То Это Было Сказано В духе Кротости Веско Веско И Она Воспринималась Как От Духа Да Поэтому Дал бы Господи Нам Такое Состояние И Мы Сегодня Дорогие Друзья Увидели Что Бог Нелицеприятен Как О Двух Царях Мы Говорили Так Который Помазывал И Игорь Антонович У вас Кто-то Есть В этом Относительно Самуила Да Действительно То Что Мать Вот Была Молитвенница И Оно Передалось Вот Каким-то Образом Оно Передалось Ему Почему Каким-то Образом Это Дух Передается Вот Что Говорит Игорь Антонович Медицина Вот Говорят Что Если Женщина Зачала Человека Да Вот Она Должна Иметь Положительные Эмоции Она Должна Слушать Легкую Музыку Такую Знаете Не раздражающую Она Должна Слушать Песни Вот Христианские По крайней мере Для нас Я говорю И вы Знаете Оказывается Все Это Начинающий Там Ребенок Это Все Впитывает Поэтому Я думаю Что И Анна Была С каким Сердцем Какая Внутренность С нее Была Ее Молитвы Были И Этот Обратите Внимание Вот То Что Олег Говорил Относительно Того Что Какой Побудительный Мотив Был С чего Все Началось Все Началось С проблемы У Все Жены Рожают У Всех Есть Дети У нее Нет Ребенка И Вот Именно Это Помните Есть Такое Писание Место В Писании Это Послание К римлянам Любящим Господа Призванным По его Изволению Все Содействует К благу В данном случае Оно здесь Очень применимо Это Было Неблаго Для нее Она Не понимала Что Вот Господь Делает В его Жизни Но В то же Время Вот Этим Неприятным Событием Даже Удручающим Событием Потому Что Там Были Те Люди Которые Нагнетали Обстановку Перестала И В данной Ситуации Она Не сломилась В том Смысле Она Не Стала Где-то Огрызаться В их адрес Она Не стала Тратить Вот Как бы Напрасно Вот Эту печаль Не стала Мстить Да Есть такая Книга Не расточай Своей печали То есть Павел Билхаймер Так вот В данном случае Нам Если печаль Дается Вот Если смотреть Даже На Вот Пример Анны Была Дана Ей Печаль И Она Эту Печаль Использовала Помните Еще одно Место Есть Если Вычтешь Из Ничтожного Драгоценное То будешь Как мои уста И вот Нужно признать Что все-таки Анна Если мы говорим За Самуила Она Вот это Из ничтожного Вычла Драгоценное Она Она взяла Драгоценное И вот Именно В этой Обстановке Она Знала Кому Нужно Обратиться И она Обращалась Обратите Внимание Что она Не расточает Свои печали Она Говорит Вот Там Тем Оппонентам Которые Были У нее Но Она Идет К Богу Даже Нужно Признать Вот То Состояние Когда Священник Ильи Он Говорит Отрезвись От Вина Это Очень Попробуйте Сейчас Если пастор Скажет Оскорбление Что ты там Вот Примерно Такие же слова Какие-то Скажет Это Посчитают За Оскорбление Но Она Как Человек Действительно Нищи Духом В прямом Смысле Слова В глубоком Смирении Она Говорит Нет Я Говорит Жена Скорбящая Духом Я Женщина Скорбящая Духом И Говорит Вина Я Не Пила То Ее Она Не Оправдывается Она Константирует Факт Который Был И Вот Нужно Признать Вот Эта Проблема Она Спровоцировала Ее На Молитву Или Побудила Можно Так Сказать Молитву И Она Стала Молиться И Она Неотступно Неотступно Просила Господи Господи Если Ты Мне Дашь Она В какой-то Степени Она Говорила Да Будет Воля Твоя Но Если Ты Мне Дашь То Я Поступлю Вот Так То И Так То Но Ты Можешь Поступить И По Другому Ты Можешь И Не Дать Но Я Призываю Твое Могущество Твою Милость И Вот Когда Она Молилась Бог Послал Ей Эту Милость Бог Дал Ей Сына И Она Действительно Она Поступила По Воле Если Илкана Услышал Эти Слова От Анны И Он Не Промолчал Он Сказал Нет Как Ты Можешь Отдать Ты Должна Со Мною Была Согласовать Этот Вопрос И Он Мог Б Разрушить Это Но Он Не Разрушил И В законе Написано Что В принципе Он Мог Б Разрушить Вот Этот Ее Настрой Но Он Согласился Говорит Да Будет По Слову Твоему Он Согласился Здесь И Когда Он Согласился То Оно Так И Пошло В назначенное Время Она Отвела Его В храм И Он Служил Вот Был Рядом С Тем Пророком Или Священником Который Там Был И Вот Действительно Нужно Признать Что Слово Там И Видения Были Нечасты В то Время Слово И Видения Были Нечасты Но В то же Время Вот Господь Дал ему Услышать Голос Он К нему Обращался Трижды И Он Сказал Вот Эти Тоже Очень Важные Слова Говори Господи Ибо Слушает Раб Твой По идее Когда мы Приходим На собрание Или Тогда Когда мы Открываем Слово Божие Это Наша Молитва Говори Господи Ибо Слушает То Это Как Бо Настрой Кто Т Сказал Вот Здесь Очень Много Волн Радиоволн Но Мы Их Не Слышим По Одной Причине Потому Что Нет Радиоприемника Который Мог Бы Настроить Как Только Был Приемник Мы Могли Если Диапазон Тот Который Он Воспринимает Могли Б Услышать Что Здесь Происходит В Данной Комнате Вот Поэтому Вот Нужно Он Настроился На Эту Волну Настроился На Эту Волну И Он Имел Благословение В своей Жизни И Поэтому Вот Тогда Когда Он Говорит Я Не Допущу Греха Перестать Молиться Вас Вот Это Была Посвященная Жизнь Она Где-то Соответствовала Той Молитве Которая Молилась Его Мать Бог Благословил Мать У нее Там Еще Бог Дал И Детей Это Действительно Была Радость Для Нее И Она Точно Знала Что Это Сделал Господь И Конечно Печально Что В Его Жизни Дети Поступали Не Так Как Вот Что Почему Такое Может Быть Такое У Служителей Действительно Может Быть Такие И У Верующих Людей Может Быть Такие Печальные События Когда Когда Родители Вроде Бы Прилаживают Все Усилия Нету Результата Вот Этого Положительного То есть Не все Дети Я Помню Одна Сестра Она Молилась Такая Я Даже Не Мыслю Вечности Без Моих Детей Без Кого-то Из Них Я Не Мыслю Вечности Вот Такое Было Она В какой-то Степени Повторялась Эта Молитва Но Она Говорила Я Не Мыслю Вечности Без Моих Детей Без Всех Моих Детей Вот Это Такая Молитва Поэтому Вот Молитвенная Жизнь Его Самуила Она Действительно Была Показательна Как Мать Так И Сын Это Действительно Очень Очень Показательна Для нас И пример Бог Нелицеприятен Вот Кажется Начал Говорить С этим Мальчишкой Да Мальчишка Он же был Да Начал с ним Бог Работать Говорить Поэтому Вот Мы Рассуждали Во сколько Лет Бог Начинает Разговаривать С человеком Да Рассуждали Мы Ну Разговаривать Я имею ввиду Когда он Бог Разговаривает Человек Отдает Сердце Вот Вот С мальчишкой Бог Нелицеприятен Смотрите Он же не ждет Пока Человек Вырастет До Совершеннолетия А потом Начнет С ним Разговаривать Нет С Самуилом Бог Начал Говорить Когда он Был Мальчишкой Отрок Написано Отрок Или как Там Отрок Да Начал Бог С ним Разговаривать И вот Конечно Очень Характерно Что в этом Возрасте Хорошо Когда есть Рядом Человек Который Поймет Что это С ним Разговаривает Бог Говорит Пойди Ложись И как Позовет Тебя Ты скажи Говори Господи Ибо Слышит Раб Твой Поэтому Дал бы Господи Нам Вот Такие Чувствования Потому что Мы же Общаемся Где Среди наших Близких Родных Среди Среди Церкви Что Бод Дал Вот Такие Вот Понимания Когда С кем Начинает Говорить Господь Что Бод Нам Открывал Что Это Говорит Господь Итак Мы С вами Говорим Что Бог Нелицеприятен А Говорит То Такой Вопрос Говорит Ли Сейчас Господь Вот Таким Образом Как Он Говорил Самуил А Ты Задумывался Почему Он Начал С ним Говорить Почему Он С ним Начал Говорить Задумывался Или Уже Не Способен Был Слушать Потому Что Это По сути Первое Что Бог Сказал Самуил Это Был Приговор Для Или И И Вот И То Что Бог Уже Ему Говорил До Этого Ну Да И Не И И И Самуил Передал То Что Бог Сказал Ему Он Или Передал Да Или Это Уже Знал Я Думаю Что Бог Сейчас Говорит Нам Через Слово Своё Открывает Вот Когда Мы Читаем Слово Мы Можем В Этот Момент Когда Прочитали Да Мы Можем Не Запомнить Даже Что Мы Да Но Бог Открывает Бывает Нам Ум И Опять Это Напоминает И Оно Как будто Что-то Новое Я Считаю Что Как будто Совершенно Новое Когда Бог Открывает Одно Дело Когда Я Прочитал Вот А Другое Дело Когда То Прочитанное Бог Привносит На Память Открывает Фон Разговор Интересно Что Одна Одна Книга В Библии Она Начинается Словом Бог Это Предпоследняя Книга Это Евреям Послание К евреям И там Говорится Так Бог Многократно И Многообразно Говоривший Из древней Отцам В пророках Последние Дни Говорил Нам В сыне Своем То есть Если Сын Говорил Те слова Которые Сын Говорил Иисус Христос Это Говорил Нам Господь И вот Бог Отец И вот Дам Случай Когда Мы К этим Словам Относимся То Правильно Если Мы К этим Словам Не Относимся Неправильно То Каким Образом Он Может Еще Может Сказать То есть Это Понятно Это Доступно Это Для Каждого Поэтому Один Брат Он Прежде чем Брать Библию Он Мыл Руки Другой Брат Это Павел Васильевич По-моему Или Петр Васильевич Петр Васильевич Так Там Пишется Что Он Для Того Чтобы Положить На Колени Библию Он Подстелил Полотенце Это Не значит Что Мы Точно Так Ж Должны Делать Но Это Было Вот Ему Ему Так Дорого Было Слово Что Он Именно Так Относился К Слову Божьему То есть Он Почитал Он Преклонялся Поэтому Вот Наше Отношение К Слову Это Точно Такое Отношение Наше К Богу Вот Слово Которое Он Уже Сказал Нам До Чего Вы Достигли В Том Пребывайте По Тому Правилу Должны Жить И Вот Сегодня Мне Еще Один Момент Хочется Обратить Внимание Один Из Самых Главных Прежде Чем Самуил Произносит Вот Эти Что Было Прежде Чем Произносит Знаменитые Слова Золотой Стих Библии 22-23 Неужели Всесожжение Жертвы Столь Приятны Господу Как Послушание Глаз Господа Послушание Лучше Жертвы И Повиновение Лучше Тука Овнов Ибо Непокорность Есть Такой Же Грех Что Волшебство И Противление Тоже Что Дал Поклонство За То Что Ты Отверг Слово Господа И Он Отверг Тебя Чтоб Ты Не Был Царем Что Было Прежде Чем Самуил Произнес Вот Эти Слова Что Было И Вот Это Стих Особенно Последнее Время Касался Меня И вот Реакция Вот этого Мужа Божия Реакция Мужа Божия На На Это Слово Скоро И Опечалился Самуил И Взывал Господу Целую Ночь Понимаете Вот этот Вот стих Мне Не Дает Покон Последнее Время Насколько Для Него Важно Важно Было Послушание Богу Насколько Он Знал Бога Насколько Он Понимал Святость Божию Насколько Он Понимал Грех И вот В такой Форме Как бы Непослушание Неповиновение Вот Неполное Послушание Или Полуповиновение Понимаете Вот Даже В его сознании Такой Половинки Нет Если Ты даже Наполовину Не сделал То Что Господь Сказал Ты Не Послушался Не Запоздал Послушание И вот Вот Такое Вот И Понимаете Вот Сердце Сердце Этого Престарелого Мужа Божия Вот После Того Он Еще Не Встретился С Самуилом Вот Самуил Саулом Саул Еще Не Сказал Ему Вот Он Еще Не Услышал Не Увидел Того Царя Агага Он Не Услышал Тобление Овец Ничего Еще Он Еще Не Не Услышал Оправдания Саула Вот Бог Открывает Что Что Жалею Что Постался Он Опять Не Послушался И Вот Его Реакция Взывал Господу Целую Ночь И Вот Еще До Того Как Самуил Увидел Саула Господь Сообщил Ему От Непослушания Саула Это Сильно Огурчило Самуила И Побудило Его Провести Ночь В Молитве И Вот Утром Ему Стало Ясно Что Следует Дело Что Делать И Вот Он Идет Видит И Произносит Вот Эти Вот Знаменитые Слова Выносит Приговор От Бога Слова Бога К Саулу Неужели Ты Думаешь Что Всесожжение Жертвы Столь же Приятны Господу Как Послушание Глазу Его Послушание Лучшей Жертвы И Повиновение Лучше Туковов Ибо Непокорность Есть Такой Же Грех Что Лошебство И Противление Тоже Что Его Поклонство За То Что Ты Отверг Слова Господа Он Отверг Тебя Чтоб Ты Не Был Царем Вот Чтоб То Последнее Что Ему Бог Сказал Этой Ночью И Вот Этот Приговор Он Несет И Говорит Саулу И Вскоре После Этого Он Идет Бог Ему Посылает Помазать Давида На Царя И Вот Давайте Еще На этот Момент Обратите Внимание Насколько Как Вот Мы Переживаем Когда Видим Насколько Серьезно Мы Можем Переживать Когда Видим Грех В Своей Семье Свой Обличает Нас Господь В чем То И Вот Насколько Серьезно Насколько Глубоко Раскаяние То Господи Прости Меня И Вот Мучения И Далее Насколько Глубоко Насколько Серьезно Воспринимаем Грех В семье Кто-то Из Детей Воспитывал Допустим Влаживал У него В это Время 15 16 Лет И 20 Лет И Вот Сейчас Он Совершил Такое Вот Или Дочь Или Вот Человек Которого Ты знал Как Хорошего Христианина Годы Годы И Годы И Потом Узнаешь У него Такое Оказывается Он В пороке Оказывается Семья Распадается Оказывается Он И Неверный Был И Далее Всю Ночь Плакал Да И Знаете Насколько Вот Сейчас Братья Я считаю Что Нужно Остановиться Господи Научимся Ли Мы У Этого Величайшего Мужа Божия Мужа Молитвы Ходатая Перед Богом Так Ж Воспринимать Грех Вот Так Ж Скорбеть Когда Кто Падает Кто Ослушается Кто По Чьей Вине Имя Божие В поношении И Далее Вот Насколько Мы Вот Серьез Это Воспринимаем Готовы Ли Мы Допустим Плакать Готовы Ли Мы Каяться Готовы Ли Мы Прости Его Господи И так далее Наше Время Уходит Мне Хотелось На Этой Ноте Оставить Нас И Слушателей Насколько Серьезно Мы Сожалеем И Вот Сейчас Этот Мир Идет Концу Мы Понимаем Что Многие Люди Еще Не Знают Бога И Вот С Каким Сердцем Мы Провожаем Их И Хороним Если Они Допустим Не Познали И Они Идут В А Мы Знаем Путь Один Или Промирился С Богом И Будет Спасен Или Альтернатива Одна Не Знающие Идут Скорбит Наше Сердце О Тех Людях Которые Не Знают Бога И На Пути В День За Днем И Вот Каким Должно Быть Наше Сердце С Каким Сердцем Нужно Смотреть На Этот Мир С Каким Сердцем Нужно На Грех В Церкви И В Семье И В Себе Аминь Как Христос Помните Посмотрел На Пышность Эту Все Написано И Заплакал Сын Божий Плакал Мы Считаем Самуил Всю Ночь Взывал Да Навер Плакал Тоже Вы Хорошо Заметили Да Христос Сын Божий Посмотрел И Заплакал Так Вот Дух Христов Да Но Я думаю Что Мы Поговорим Дальше Об этом Следующая Передача Дух Христов Вот Бог Нелицеприятен А Воскресение Иисуса Христа Подтвердило Что Он Есть Бог Что Он Есть Бог Поэтому В следующей Передаче Мы Будем Говорить Об этом Опять Бог Нелицеприятен Наша Передача Подошла К концу Дорогие Друзья Мы Рады Что Вы Слушали Для Нас Но Мы Хотели Бы Иметь Еще И С Вами Общение Это Желание Наше Потом Благодарю Господь И Дорогие Дорогие Мы Благодарны Тебе За То Что Ты Оставил Для Нас Эти Наставления Благодарны Тебе За То Что Мы Не Можем Обойти Тебя Потому Что Ты Сам Плакал И Ты Нам Сказал Что Плачьте О себе И о Детях Ваших Дорогу Господи Чтобы Мы Могли Видеть Сво Состояние Дорогие Чтобы Мы Твою Святость Могли Видеть Дорогие Чтобы В Твоем Свете Мы Видим Свет И Понимаем Что Только Ты Есть Истина Озари Нас Своим Светом Дай Нам Видеть Волю Твою Дай Нам Понимать Что Ты Хочешь В нашей Жизни Дай Нам Слышать Твой Голос Дай Нам Не Уклониться Виновение Или Противление Чтобы Мы Могли Не Оказаться Быть Повинными В этом Мы Просим Тебя Господи И Сам Помоги Нам Исполнить Волю Твою И Дай Нам Помнить Что Любящим Бога Призванным По Его Изволению Все Содействует Ко Благу И Да Будет Прославлено Имя Твое Бог Отец Сын И Дух Святой Аминь Аминь Дух С С С Дух Дух С